Ждем Хейнал. Третий раз его уже будем созерцать. Надеюсь, будем его созерцать. И я очень надеюсь, что трубач не заподозрит во мне какого-нибудь монгола-татарина и не кинет в меня трубу на опережение. О, кстати, вот он. Так, давай, чувак, я в тебя верю. КОНЕЦ Есть, вижу. Верхнее окно. Видите, вся труба там блестит. Вот здесь. Сейчас он нам помашет. О, привет, чувак. Есть. Он пошел в другую сторону трубить на четыре стороны света. Он это должен делать каждый час, 24 часа в сутки, потом перерыв 48 часов. Не в смысле, что у него жизнь закольцованная, он 24 часа в сутки просто играет на трубе на башне Мариатского костела. Это уже садизм. Он раз в час играет на трубе, их работает в одну смену двое, то есть они сменяются, а потом у них перерыв 48 часов. Выходной? Ну да, выходной. Теперь самое главное. Вы не можете просто заплатить денег и поиграть на трубе на башне Мариатского костела. Вам нужно пройти подготовку длиной 177 дней в школе пожарных. Это обязательно. Без этого вас туда не пустят. Ну, либо быть каким-то очень именитым трубачом. Очень именитым. И то не факт. Чтобы сыграть в смену, кого-то подменить там один раз. С давних времен... Почему, кстати, именно в школе пожарных должен пройти подготовку? Потому что с давних времен трубач предупреждает о всяких несчастьях. То есть, ну не то, чтобы именно о несчастьях, просто он там пожар какой-нибудь, он должен протрубить в трубу тревогу. Монголо-татары пришли. Я же, собственно, к чему в начале видео говорил, что он может подумать, судя по тому, что я три дня подряд ему машу, что я какой-нибудь монголо-татарин. И сейчас в него буду стрелять из лука, и решит кинуть у меня трубу на опережение. Поэтому он должен быть подготовленным пожарным. Был прикол в том, что раньше лестницы стационарной не было на башню, и они приставными лестницами наверх залазили. И тут у меня, конечно, ну, навряд ли, что они лезли с наружной стороны. Но все же меня мучает вопрос, а то что они? Брали лестницу, ставили ее, и потихонечку ползли, что ли, наверху. Один трубач скончался на башне, не успев доиграть последнюю четвертую мелодию. От сердечного приступа, прямо наверху. Очень жаль. Было это в 1901 году, да. Скорее всего, трубачи жили наверху, потому что им было проблематично залазить и слазить по приставным лестницам с башни, и они бы не успевали просто к следующей смене. Ну, между мелодиями. Залез лес, залез лес, и они прямо там и обитали. Лестницы стационарные появились, скорее всего, после Первой мировой войны. И сейчас у трубача занимает подняться туда, наверх. Три минуты. 272 ступени ведут туда. Ну, для трубача Мариатского костела, который музыкант с развитыми легкими, трубач аж целый, и пожарник к тому же, это вообще должно быть расплюнуть. Ну, взял, забежал на башню Мариатского костела. Делов-то. Первые упоминания о трубаче были найдены в расходных книжках Кракова в 14 веке, и там было написано, что платили ему полгроша еженедельно. Я не знаю, может, на то время это была и нормальная зарплата. Есть такая легенда, что трубач затрубил в трубу и предупредил Краков о наступлении врагов монголов-татар каких-то. Монголов-татар, а не отдельно монголов и татар. И вот в него попали в шею, и он скончался на башне, но спас город. Попали в него из лука. Ну, я думаю, это не более чем легенда, потому что это, наверное, чтобы туда из лука четко и метко дострелить, надо было стоять под башней и целиться с оптическим прицелом. Ну, никак не за стеной города. Сначала Хейнал играл... Кстати, Хейнал означает с венгерского рассвет или утро. Сначала Хейнал играл в память о трубаче, которого убили на башне, про которую я вам только что сказал. А потом он стал играть о знаменовое начало нового часа. Хейнал, кстати, негласно считается символом Польши. Не все об этом знают. В общем-то, не все знают о Хейнале. Мало кто понимает, что это не колонка наверху, а живой человек, который тебе еще и ручкой может помахать. И это будет удача. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!